Михаил Михайлович, вот мы с вами после Рубина говорили по поводу центральных защитников. Вот сейчас я, в частности, высказывал мысль о том, что Кузьмичев и, соответственно, Погоснов оптимальный вариант. Несмотря на четыре мяча, я считаю, что, в принципе, они сыграли нормально. Ты чё, племешь, блядь? Всем привет! Это запись, которую я делаю сейчас, прямо во время стрима на ВК Плей Лайф. Она специально для Ютуба, но и ребята, которые смотрят эту трансляцию на ВК Плей Лайф, тоже, наверное, будет интересно послушать, что я думаю про матч Локомотив-ЦСКА. ЦСКА-Локомотив, если быть точным, ЦСКА были хозяевами. К сожалению, очень много вещей, которые я боялся перед этой игрой. К сожалению, очень много вещей, которые я предсказывал перед этой игрой в прошлом ролике. И получал даже комментарии на Ютубе о том, что, мол, до чего этих ЦСКА бояться. У них состава нету, а мы играем хорошо, да, немножечко не везёт, зато смотрите, какая линия атаки. Увы, нет. Увы, главное из тех вещей, которые я опасался, это то, что в матче с Уралом и в матче с Факелом Локомотив позволял создавать большое количество моментов у наших ворот. Это подтверждалось статистикой. Мы были на 16-м месте по количеству допущенных ударов по своим воротам изнутри штрафной площади. И меня очень-очень беспокоили слова Михаила Галактионова о том, что, ну, у нас были ошибки в матче с Рубином, но в матче там с Факелом уже мы играли в обороне достаточно хорошо. И перед игрой ЦСКА Галактионов ещё раз во флэш-интервью сказал примерно то же самое. Сказал, что были определённые нюансы в матче с Факелом, но в целом всё нормально. Я так не считал. На мой взгляд, что игра с Рубином, что игра с Уралом, что игра с Факелом была примерно равной по количеству ошибок, допускаемых нашей командой в обороне. И главным образом проблемы были даже не столько в защитниках, а в том, что Локомотив, ну, очень много позволял создавать внутри нашей штрафной площади. А это не всегда зависит именно от центральных защитников. То есть, да, там может быть последний пас прервать или заблокировать какой-нибудь удар, или там дриблинг нападающий пойдёт, и нужно это заблокировать. Да, тогда есть вопросы к защитникам. Но когда у тебя просто постоянное бомбардирование передачами внутрь штрафной, когда у тебя на дриблинге в мяч штрафной заходит, или парашютиком, как в матче с Уралом мяч штрафной запускают, ну, центральные защитники, они не вездесущие, они не могут справиться вообще со всем. И проблема Локомотива, она скорее в том, что общее строение игры Локомотива, оно очень сильно разнится от периода матча к периоду. И мы, что с Рубином, что с Уралом, что с Факелом, проводили периодами хорошие отрезки, а огромными периодами плохие отрезки. Например, в матче с Факелом 15 минут играли, и после этого 40 минут просто отдали мяч Факелу и не могли выйти ни в одну атаку. И вот это очень сильно пугало. Я надеялся, что может быть, может быть, Галактионов проделает какую-то работу, и в матче с ЦСКА период, когда мы хорошо играем, будет меньше, чем период, когда мы играем плохо. Надо сказать, что Галактионов определенную работу провел, и это было видно по составу, который выпустил Галактионов, который показался, ну, по крайней мере, объяснимым. Я не могу сказать, что мне нравится этот состав. Никак не могу сказать, что мне нравится состав, в котором пара центральных защитников – это Погоснов-Кузьмичев. Но, по крайней мере, да, после того, как Погоснов-Кузьмичев сыграли с Уралом и с Факелом, я понимал, что, ну, скорее всего, на ЦСКА выйдет эта же самая линия обороны, потому что тасовать центральных защитников – это последнее дело. И стоит это делать только тогда, когда случается уж совсем провал, ну, или если играем на кубок через два дня на третий, или там травма, карточки. Ну, короче, должен быть какой-то прям веский повод сменить центральных защитников. После Факела, когда мы выиграли достаточно с комфортным счетом, там, 4-1, и учитывая, что не было посреди недели кубковой игры, а играли через неделю с ЦСКА, ну, я был уверен, что Погоснов и Кузьмичев выйдут, ну, в 99% случаев. 1% я оставлял на то, что Галактионов все-таки одумается, и несмотря на то, что всю предсезонку Галактионов наигрывал Морозов-Фасон, одна ошибка, один, ну, плохой матч с Рубином резко все перечеркнет, и мы будем играть теперь Погоснов-Кузьмичев. У меня это в голове не укладывалось, но на то, что Галактионов решит вернуться к Морозов-Фасон, я отдавал, ну, 1%, не более. Интереснее другое. Интереснее, что на фланг обороны Галактионов решил поставить Марио Митая, а в атаку двинуть Тикнезиана. Это тоже, я примерно об этом говорил в своем предыдущем ролике, когда, во-первых, говорил о том, что через Митая мы можем выходить из обороны в атаку, потому что он не будет просто бесцельный мяч вперед пулять, а во-вторых, говорил о том, что, ну, Тикнезиан, который выходит на левом краю, оказывается полезнее всех других крайних атакующих наших полузащитников, потому что всех их каким-то просто невообразимым образом тянет в центр, и в итоге мы просто остаемся без краев атаки в принципе. Глушенкова направо ставишь, он постоянно где-то в центре тусуется, Пеняева налево ставишь, он либо забирается широко и бесполезен, либо идет в центр и что-то создает, но, опять же, у нас фланги пустые. Поэтому решение поставить Митая на левый край обороны от Тикнезиана в атаку выглядело, ну, тоже в какой-то мере логичным, вполне оправданным, по крайней мере, да, что, ну, когда у тебя есть Марио Митой, значит, ты не будешь просто абы куда мяч вперед выбивать. Как показала практика, немножечко это нас и подвело, по крайней мере, в случае с третьим мячом. Соответственно, да, получился состав, ну, вот такой вот Дзюба, Глушенков, Пеняев, Тикнезиан, Карпукас, Баринов, Митай, Кузьмичев, Погоснов, Самошников и Лантрата в воротах. Я не могу сказать, что этот состав, он какой-то прям суперсильный или суперслабый. И это одна из тех вещей, которые меня очень бесят в нынешнем Локомотиве, потому что у нас есть куча игроков, которые получают, там, 45 минут, 60 минут игрового времени, и они постоянно меняют своих партнеров, у нас нету никаких игровых связей. У нас сегодня выходят одни, через 60 минут их меняют, 5 сразу заменно, 55 или, там, 60 минуты делает Галактионов. На матч с Рубином выйдут снова новые люди, на матч с Факелом выходили другие люди, и это просто, ну, команда не может набрать игровую форму, игровой тонус, когда постоянно всех меняют. Сыграли Морозов-Фасон, все, поменяли их на Погоснова и Кузьмичева. Сыграл там Тикнезиан на левом краю, теперь Митай играет. Начинал Нинахов, теперь Самошников. Самошникова заменили на 60-й минуте обратно на Нинахова. Сельянов не играет вообще. В каком игровом тонусе находится Сельянов, вообще просто, ну, невозможно определить. В каком-то находится. В атаке то Исидор, то Пеняев на левом краю, то Рыбчинский был на матче с Уралом, то Тикнезиана теперь в атаку поставили. Потом на 60-й минуте Сарвель не меняет. Дзюба играет, но, в общем-то, тоже непонятно, во что он играет и зачем он играет. Это не должно так быть. Должен быть костяк. Должны быть, да, определенное количество, ну, там, 5-7 человек, которые готовы заменить и готовы играть, тоже претендуют на роль в основе. И должны быть еще молодые ребята, молодые, горячие, активные, которые готовы, если вдруг что, встать под знамена и защитить честь клуба. А у нас не так. У нас есть 11 человек, которые играют. У нас есть 11-12 человек, которые сидят на скамейке. При этом Рефаджи Малединов не попадает даже в заявку на эту скамейку. Про молодых я вообще молчу. А еще у нас есть Конти, у нас есть еще Макеев, который когда-нибудь восстановится, и, значит, кого-то другого нужно будет из заявки выкидывать. А для молодых, ну, для Ракова, для Щетинина, для, там, Никишина просто нету места уже даже на скамейке запасных. И все находятся в какой-то очень странной форме, в странной прострации. При этом, опять же, да, немножечко не проигрую, но для Карпукаса и Баринова у нас вообще нет замены. Вот такой вот состав, в котором есть 27 человек, но для Карпукаса и Баринова замены нет. Поэтому все 4 матча, они выходят в стартовом составе. Как это получилось? Не знаю. Для Дзюба замены нет. Вышел Сорвелли, и мы поняли, что, ну, типа, нападающего у Локомотива нет. Сорвелли тоже играет где-то в глубине, и мы просто в концовку матча играли без нападающего. Но это ничего. Локомотив опять показал, что он играет периодами, и начало матча у Локомотива было очень хорошим, очень качественным. И я так, ну, скрещивал пальцы и аккуратно говорил о том, что, блин, ну, мне нравится, как играет Локомотив, потому что не даем ЦСКА, особенно пространство у нас в обороне. Да, какие-то атаки проходят, но в целом удается защищаться, даже особо без задействования Лантратова. Зато впереди раз-момент, два-момент. Самошников подключился, отдал на Пеняева. Самошников подключился, сам пробил мимо правой девятки, мяч просвистел. Глушенков пробился штрафного. Дзюба едва-едва не добил уже в пустые ворота без Акинфеева. Да, немножечко не повезло. Мяч, видимо, как-то не туда отлетел, куда планировал Дзюба. Ну и, к сожалению, резкость и координация Дзюбы сейчас оставляет желать много-много лучшего. Ну и вроде как, ну есть давление, вроде как мы пытаемся что-то куда-то... А, Кузьмичев еще даже бил, сам Кузьмичев бил поворотом, почти забил. Было давление, казалось, что ну вот чуть-чуть, чуть-чуть, и может быть ЦСКА дрогнет. А потом бац, и пенальти на ровном месте. Просто на ровном месте, даже атаки опасной нету. Каким-то образом там Чалов зацепился за ногу Самошникова, и теперь все судьи говорят о том, что это пенальти, и что Самошников должен был каким-то образом контролировать свой бег и ногу Чалова, отставленную там на метр назад. Я этого не понимаю. Для меня, конечно, такие пенальти, ну это безумие ставить. Там даже, ну, то есть там нет удара по ноге. Да, я понимаю, что иногда бывают ситуации, когда два игрока бегут, один другому пересекает траекторию, и случайно на шаге бьет по ноге, так что сбивает его с шага и роняет. Бывает такое, да, случайность по неосторожности. Но здесь контакт ноги Самошникова с Чаловым, он был, ну, настолько минимальный, настолько вскольз, что ставить за это пенальти, ну, я, честно говоря, не понимаю. Но пенальти поставили, и в целом, да, ну, где наши не пропадали, уже отыгрывались как-то с ЦСКА, когда они забивали, вели в счете, и даже в меньшинстве отыгрывались. Но тут, бац, пропустили второй. Второй пропустили с того, что вдруг мы неожиданно решили скосплеить матч с Рубином, и перестали играть плотно с футболистами. Да, если посмотрите повтор второго гола, вы увидите, что Погоснов сначала подумал играть плотно с Заболотным, потом решил, что да ну его нафиг, я отошел от него на 3 метра. В итоге Заболотный спокойно сделал скидку, и пошла атака, в которой у нас полкоманды была отрезана от обороны. Пас-пас, пас-пяточка от Феди Чалова, Тикнезян бросает Гаича, и Гаич спокойно забивает. Просто вдруг в какой-то момент решили выключиться. Полчаса играли плотно, максимально плотно, так плотно, что даже пенальти заработали, а в следующем моменте решили оставлять от игрока почтительную дистанцию в полтора метра. Естественно, ЦСКА этим воспользовался. Файкел не воспользовался бы, Урал не воспользовался бы, а ЦСКА достаточно легко все это делает, и ЦСКА достаточно легко забивает. 2-0, и какое-то прям уже мрачное состояние было у Локомотива. Если помните, Локомотив с Краснодаром, когда играл, когда вот мы с 2-0 отыгрались на 3-2, то Локомотив довольно неплохо концовку тайма с Краснодара провел и даже заработал пенальти. Пускай там не какой-то пенальти, который еще бы чуть-чуть им и забили, но тем не менее было оказано давление на ворота ЦСКА, заработали пенальти, поняли, что 2-0 не приговор, можем выйти, можем забить, можем отыграться. Вышли на второй тайм, задавили Краснодар, и, собственно, этот матч перевернули. Здесь же ничего похожего не было. То есть мы пропустили 2, и после этого продолжали играть в какую-то такую очень равную, очень рваную игру, в которой ЦСКА мог забивать, Локомотив мог какие-то моменты иметь, мог создавать их. Но в целом вот именно давление того, что разозлиться на самих себя и задавить ЦСКА, такого у нас вообще не было, и это очень грустно. На второй тайм вышли, примерно все то же самое. Пропустили потом третий от Максима Мухина, спас Марио Митте, забили сами, вроде 3-1, вроде погосно, вроде даже что-то начало получаться, но скорее ЦСКА уже при счете 3-0 перестал так сильно стараться. И тут же получаем четвертый, просто банальная двоечка на фланге, на вес, и Мухин ростом, там, не знаю, метр семьдесят пять, всех переигрывает на втором этаже внутри нашей штрафной. Да как вы так играете в обороне, что вы, во-первых, который раз даете без проблем создавать, без проблем навешивать с фланга, а Мухин, у вас погосно в метр девяносто восемь, Кузьмичев в метр девяносто восемь, Мухин спокойно забегает и забивает, да, еще и опять же Марио Митте там непонятно чем занимается, но это уже тоже, к сожалению, стандартная практика уже для Марио Митте, что он зевает эти рывки из-за спины у него и не успевает поставить спину, не успевает сыграть в мяч. И в том числе поэтому я не уверен, что ставить Марио Митте в центр обороны это такая уж хорошая идея. Но главное во всем этом, это не то, что у нас какая-то там суперплохая оборона или у нас суперплохая атака. У нас сейчас в принципе нет игры, и когда ты начинаешь думать о том, кто в этом матче сыграл хорошо или плохо, то ты понимаешь, что в этом матче не сыграл хорошо вообще никто. То есть ты тыкаешь пальцем, Миттой ошибался, Самошников, ну поначалу было хорошо, но потом ошибся, пенальти привез. Погостнов-Кузьмичев, вообще молчу, Погостнов, конечно, забил, но опять там в каких-то моментах падал, не сыграл за Болотным во время второго гола. Миттой, да, два гола привез. Карпука с Баринов, очередной провал от нашей опорной зоны, которые должны были связывать оборонную атаку, а в итоге, ну, все пасы, которые делали Баринов и Карпукас, это были пасы там назад или на фланге, вообще ни одной там обостряющей передачи, которая бы закончилась чем-то хорошим. Глушенков очень плохо, Пеняев отвратительно, Текнезян, потом статистику покажу, это уже для тех, кто будет на стриме. За свои там 55 минут Текнезян сделал 5 точных передач, 5. Вот поставили Текнезяна в атаку, он, во-первых, бросил Гаича, во-вторых, ну, вот 5 точных передач сделал за весь свой матч. Ну, куда это годится? Ну, это отвратительно, это ужасно. И Дзюба, который тоже пешком проходил, один против трех защитников, что он должен был делать, я не понимаю. Может быть, он где-то должен в глубине играть, чтобы хоть как-то быть полезным, но мы старались на него навешивать, а там 3 защитника, причем, ну, хороших защитников. Роша не проигрывает в борьбе Дзюба на втором этаже, на Бабкин тоже особо не проигрывает. Мойзеса, наверное, может Дзюба перепрыгнуть, но у Мойзеса другие задачи на поле. Проблема в том, что Локомотив играет во что-то непонятное. Локомотив показывает какую-то очень странную свою физическую форму, в которой до сих пор не появилась легкость, до сих пор мы не научились бегать нормально. И на фоне этого ЦСКА, который вроде бы играет одним составом, должен уставать и не имеет какой-то глубокой скамейки, выглядит как игроки из совершенно другой лиги, потому что они быстрее, резче. А смотреть там на Федора Чалова по сравнению со всем нашим коллективом, ну, просто больно, потому что это футболист, а у нас набор физкультурников. Грустно, грустно. Это, конечно, не означает для Локомотива ничего плохого, ничего такого, что невозможно поправить, но это нужно править. И я, к сожалению, как и год назад, я не вижу со стороны тренерского штаба, я не вижу со стороны спортивной дирекции, что они понимают, в чем проблема и что конкретно нужно исправлять. Да, есть какие-то перемены в составе, да, попытки, что давайте мы сейчас состав поменяем, давайте сейчас еще состав поменяем, еще состав поменяем, еще состав поменяем. Но это приводит к тому, что даже те, кто играл более-менее нормально, перестали вообще играть в футбол. Если на Рубин мы не увидим прям каких-то принципиальных изменений, я думаю, что все-таки уже пора возвращать Фасон Морозов. Не так уж сильно они накосячили в первом матче с Рубином, чтобы теперь всегда всю жизнь смотреть на Погоснов-Кузьмичев. Но кроме этого, должны быть еще изменения в каком-то билдапе, в построении выхода из обороны в атаку, в психологии команды, чтобы она в одном стиле играла весь матч. Не так, что 15 минут играем в футбол, потом 40 минут не играем в футбол, потом вспоминаем, как надо играть, потому что замены вышли, и у нас контратаки получаются. Надо весь матч играть в нормальном стиле, брать мяч под контроль, доводить его вперед для атакующих футболистов, открываться между линиями, открываться в зонах, чтобы туда могли делать передачу Баринов и Карпукас. Я конкретно на стриме говорил вот в какой-то момент, что получает мяч Погоснов, и ему некому отдать передачу. Получает, но он кое-как отдает на Карпукаса, Карпукас смотрит, вертит головой, все закрыты. Никто не открывается, никто не пытается сделать рывок, чтобы Карпукас мог отдать мяч. В итоге Карпукас кое-как доводит мяч до МИТа. И таких моментов за всю игру, ну вот, все, в общем-то, 90 минут у Локомотива и были. Ну, за исключением вот редких моментов, когда получалось кого-то отправить в прорыв. Самошников там брал игру на себя, на Сорвелле хорошую передачу Миранчук делал, в Сорвелле ноги поехали. А вообще падали, как обычно, дофигища раз. Тоже большая проблема для Локомотива, что мы в ключевые моменты почему-то все время скользим. Обидно, 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 что такие матчи есть. И если Локомотив, посмотрев на этот матч, сделает выводы и поймет, что не все так просто, что нельзя просто брать мяч и пинать его вперед над зюбу, и как-нибудь он сам там где-нибудь залетит, тогда этот матч можно простить, можно понять, простить, и главное, чтобы это какую-то роль сыграло. В свое время, все время, ну, часто вспоминаю этот матч, Локомотив, ССК, 0-4 проиграли, и Палыч устроил дичайший разнос, сказал футболистам, что так нельзя играть в футбол, запер на базе на неделю, и после этого мы взяли и выиграли кубок. Это был очень важный матч, и, к счастью, сработало. Но вот надо что-то подобное сейчас устраивать. К сожалению, до следующей игры всего два дня, нету времени на подумать, нету времени на раскачку, но тренерскому штабу определенно нужно сделать какие-то выводы. И пока то, что говорит Галактионов после матчевых интервью, меня очень сильно беспокоит, потому что я не вижу, что он понимает, в чем проблема. Такое ощущение, вот, и после матча с ССК вышел и сказал, что мы играли хорошо, у нас там первые 30 минут, ну, или сколько там, до пенальти, были куча моментов, а у ССК не было ни одного шанса, а потом мы сломались, и все, короче, решили эпизоды. В матче двух тактически равных команд все решают нюансы. Но проблема в том, что сегодня не было двух равных тактических команд. Для Галактионова это был важнейший матч против ССК, потому что ССК не обладает сильным набором футболистов, но обладает очень сильным тренерским штабом. И этот тренерский штаб просто переиграл Галактионова и довольно закономерно получил эту победу. Да, можно говорить, что пенальти игру сломал, да, можно говорить о том, что два мяча очень быстро пропустили, если бы забили первыми, то игра вся пошла бы по другому сценарию. Но я, честно говоря, так не думаю. Мне кажется то, что в данном случае, даже если бы мы первыми забили, то дальше пошла бы игра как с факелом, где мы стоим 11 человек в своей штрафной площади, выбиваем его вперед, а ССК просто планомерно добивает нас и забивает свои моменты. Я думаю, что примерно так бы оно было. Просто случилось так, что мы не забили, а ССК сам свои моменты забил, и мы развалились. Обидно, но во вторник уже следующий матч. И с одной стороны это, конечно, грустно, что нет возможности все резко поправить, изменить. С другой стороны, если мы сейчас очень быстро поправимся, если мы обыграем Рубин, то есть все шансы не впасть в психологическую яму, а забыть об этом матче и начать новую веху, новый путь в нашей истории этого сезона. Так что будем верить, будем надеяться, матч с Рубином уже во вторник. И это, ну, если мы еще раз не обыграем Рубин, это уже будет прям серьезная психологическая яма, и нужно будет уже принимать что-то прям серьезное, конкретное в том, чтобы исправить игру Локомотива. Пока еще, пока еще матч с ССК может быть не таким страшным, как он сейчас нам всем кажется.